Выпад La Fonte Выпад и уход с выпада назад и вперед Выпад – основное движение фехтовальщика в атаке и применяется для сближения с противником и нанесения ему укола. Выпад начинается посылом острия шпаги вперед, затем следует выхлест голени впереди стоящей ноги вперед и толчок сзади стоящей ноги. Заканчивается нападение полным выпрямлением вооруженной руки и опорой на пятку впереди стоящей ноги. В конечном положении выпада важно держать сзади стоящую ногу выпрямленной в коленном суставе и полностью на всей стопе. Невооруженная рука располагается ладонью вверх и выпрямлена в локтевом суставе вдоль сзади стоящей ноги. Возвращение с выпада назад применяется для быстрого закрытия после выпада в боевую стойку. Уход с выпада назад выполняется толчком ближний к противнику ноги и возвращением в боевую стойку. Закрытие в боевую стойку вперед после выпада применяется для продолжения сближения с противником, а также для атаки. Нередко это повторный выпад или комбинация шагов и выпада. Движение выполняется с опорой на впереди стоящую ногу и одновременным приставлением сзади стоящей ноги до положения боевой стойки. Выпад сзади стоящей ногой Толчком ноги ближней к противнику фехтовальщик посылает туловище в сторону и вперед по диагонали, приземляясь на пятку сзади стоящей ноги, стопа которой в конечном положении будет находиться впереди. При этом посыл, острия шпаги в сторону противника опережает движение туловища. Невооруженная рука выпрямлена под углом к туловищу, а ладонь развернута вверх. Выпад из левосторонней стойки для левши и справосторонней возможен короткий и длинный. Короткий выпад начинается толчком сзади стоящей ноги. А длинный выпад – толчком впереди стоящей ноги. Посыл острия шпаги вперед несколько предвосхищает движение туловищем и ногами. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ